Шалом, дорогие друзья! И снова наш цикл Коротко и актуально о кашлоте. Нашей сегодняшней темой станет начало небольшой темы, небольшой группы, скажем так, уроков о живности на овощах и фруктах. И мы сегодня поговорим с вами глобально о той живности, которая запрещена. И в частности мы поговорим о том, что называется кнемот. Кнемот наявритель называется. Это маленькие-маленькие точечки черные, которые являются живностью на фруктах. Чаще всего это находится на цитрусах. Итак, давайте начнем разбираться с этой темой, с червями и всякой живностью. В главе Шмини, в книге Ваикра, нас Тора предупреждает, что нам запрещено осквернять нашу душу всякой мерзностной едой. То есть, всякой мерзостью и всякой гадостью, которая ползает и лазит. И не есть ее. Тора говорит следующее. Она говорит так. И всякий гад, пресмыкающийся по земле, из мерзость, не должны есть его. Все, что ползает на чреве, и всего, что ходит на четырех, и всякая многоногого из всех гадов, пресмыкающихся по земле, их не ешьте, ибо мерзость они. Если мы правильно будем внимательно читать слова Тора, мы обратим внимание на фразу. Тора заговорит, что шрацим арухашим, то есть, да, коль шерец ашурец альга арец. То есть, в принципе, это только живность, которая живет на земле, которая ползает по земле. Тора не запрещает живность, которая ее источника, то есть, когда она появляется не с земли, когда не вылазит из земли, а она появляется из другого места. Гмара в трактате Хулин в 67-м листе действительно приводит мнение Шмуйда, одного из величайших арухим, который акцентируется именно на фразе шерец ашурец аля арец, то есть, да, живность гад, который ползает по земле. И что запрет именно на этом. Таким образом, Шмуль разрешает любой фрукт, овощ и так далее, который оторвали. И когда червь или живность выходит изнутри его, то есть, он не появляется снаружи, а червь выходит изнутри. Мы знаем, то есть, с точки зрения ботаники, это появляется, как это делается. Когда насекомое откладывает личинок в цветок и цветок закрывается, то личинки растут из него, то есть, растут в этом цветке и, в конце концов, во фрукте и вылазят наружу. Таким образом, они не пришли снаружи внутрь плода. Хотя это не всегда иногда черви и всякая живность приходится снаружи. Так вот, говорит Шмуль, та живность, которая пришла не снаружи, а выходит изнутри, она не запрещена. Но те черви или живность, которая, да, уже вышла, прошла через шкуру, оболочку фрукта или овоща, то есть, вышла снаружи, и есть вопрос с ними, они запрещены или нет. И, в принципе, считаются они ашерец, ашурец или арец или нет. То есть, в этом есть спор. Мудрецы первых поколений Рушуни спорят, принимает ли мнение Шмуля на Галаху или нет. Но если мы откроем Шурхана Ру в разделе Юрэ Дэа, Симан Пейдаля, то есть, параграф 84, то мы увидим, что Шурхана Ру, основан на Галаху, облегчить и принимает мнение Шмуэля. Что всякая живность, черви и так далее, которые, их источник это внутри еды, а не снаружи ее, то есть, они вылазят изнутри наружу, то это не запрещено, пока эта живность не вышла наружу. Так устанавливает на Галаху Шурхана Ру. Например, то есть, привести примеры, когда человек ест рыбу. Дело в том, что у рыбы тоже бывают черви. Или когда он ест яблоко, или когда он ест сыр и так далее, и так далее, он перед едой смотрит вокруг, что нет вокруг червей. То есть, если он не видит нигде вокруг червей, а также не видит никаких дырочек на овощи или фрукте, то есть, да, все вроде цельно, нету входа, выходов, и потом он начинает есть то, что он ест, то есть, фрукт, например, яблоко, и вдруг чувствует, то есть, у него с ним происходит самое худшее, что может произойти с человеком. Допустим, он ходит не, знаете, что может самое худшее произойти с человеком, то есть, плохо найти червяка, хуже найти половинку червяка. Ты знаешь, половину ты уже съел. В любом случае, он чувствует не в хороший вкус во рту. По идее, тогда червяк попал ему в рот. Он может, да, есть то, что он ест, даже с этим неприятным вкусом. Почему? Потому что после того, как мы знаем, что внутри нет никаких входов, то есть, да, значит, червяк и живность вышли изнутри. То есть, то, что он съел, это, ну, внутри, а как шмуль постановил, как постановил фонарух, то это не запрещено. И таким образом, это глобально, то есть, да, то есть, в принципе, о червях. И на фоне этого величайшие мудрецы последних поколений спорят по поводу кнемод. Кнемод – это такие маленькие черные точечки, которые обычно есть на цитрусовых. В принципе, что эти маленькие черненькие точки обозначают? По-настоящему это маленькая-маленькая живность, которая находится там внутри. И есть спор, каков их закон, они запрещены в еду или нет. Хазон Иш, например, говорит, что кнемод, то есть, вот эта живность, считается, как гад, который вышел из плода. То есть, в принципе, это считается живность, которая, да, вышла из плода, и теперь сидит на нем снаружи. Таким образом, их запрещено есть, они не находятся внутри плода. Равшла Музальман Орбах вызывал, у него это вызывало сомнение. Так ли это не так? Почему? Потому что изначально источник этих кнемод, то есть, этой живности, они в кожуре. То есть, да, и факт в том, что они находятся внутри кожуры, и они не двигаются. То есть, ты видишь, они живые, но они не двигаются, эти кнемод. И таким образом, из того, что они находятся в кожуре, и они не двигаются, то Равшла Музальман Орбах говорит, что это невозможно определить, как шереца шуреца лаарс. То есть, невозможно их определить, как живность, которая лазит по земле. Но, интересно, есть книга, называется «Абдиках Мазон Балаха», то есть, проверка еды. И там приведено, что Равшла Музальман Орбах передумал, то есть, да, он изменил свое мнение. И он сравнял свое мнение с мнением Хазон Иша. Из-за того, что, то есть, Хазон Иш постановил по-другому, то Равшла Музальман Орбах тоже принял его мнение. И кроме Хазона Иша, Равшла Музальман Орбах общался с специалистами в вопросе всякой этой живности и плодов и так далее. И они объяснили, что по-настоящему эти кнемоты, эта живность, они находятся снаружи плода, то есть, снаружи цитрусово, еще до того, как плод, то есть, как сам фрукт, как апельсин, мандарин и так далее, так далее, покрывается тоненькой прослоечкой, которая сверху кожуры. И тогда они застывают, как бы, тогда они не двигаются. Таким образом, по факту, они были снаружи, они считаются, как шерца, шуреца, лаара, то есть, как тот гад, который ползает по земле. И просто, когда оболочка появилась сверху в созревании плода, они, как бы, находятся внутри этой оболочки. Из этого выходит, что с точки зрения практики, галахи практической, человек, который хочет использовать кожуру апельсина, мандарина и так далее, любого цитрусова, или, например, приготовить себе чай с лимоном, когда есть кожура вместе с этим лимоном, то нужно посмотреть на шкурку, то есть, да, есть ли на ней черные точки или нет. Дело в том, что если мы видим на кожуре лимоном, мандарина, апельсина и так далее, черные точечки, это кнемот. Это кнемот, это живность. И из-за того, что их азониш, и Рафа Мазана Орбах соглашаются к мнению, и так говорят специалисты, что они приходят, оживность снаружи, а не изнутри, то нельзя это есть, то есть, нельзя это есть, нельзя, чтобы это попало нам в рот, то есть, да, чтобы мы ели эти, как-то шкурку эту, так или иначе. Таким образом, что нам это нужно делать? Нам нужно сделать, взять этот кожуру цитру, то есть, мы хотим использовать кожуру. Если мы хотим использовать кожуру, мы чистим апельсин, выбрасываем кожуру, никакой проблемы нет. Но если же мы хотим использовать кожуру, или положить вместе с кожурой в еду и так далее, то в этом случае сначала нужно взять скотч, то есть, да, и пройтись со скотчем по кожуре для того, чтобы полностью убрать эти черные точки, то есть, эту живность, называемый кнемот. На этом сегодня все. Я надеюсь, было понятно. Безаташем мы продолжил тему живности на овощах и фруктах на следующих уроках. Мы поговорим в следующем уроке о зелени, петразилия и так далее. И через урок поговорим о всевозможных продуктах, так называемых, без живности, на них без червей. Но это будет потом. А на сегодня все. Всего хорошего и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!